Александр Лукашенко наращивает ораторское мастерство, комментируя проблему поставок российской нефти и газа. В ходе рабочей поездки по Могилевской области белорусский лидер нашел новый образ, описывая трудные переговоры с Москвой. Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее, он-то это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Лукашенко призвал также белорусских чиновников перестать быть пушистыми и белыми. Слишком порядочные стали, заметил он. Такие заявления адресованы не только белорусским политикам, считает политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Балкунец. Известно, что в России у Александра Лукашенко есть один слушатель, который периодически делает вот такого рода заявления. Это российский президент, и Лукашенко использует разные возможности, чтобы достучаться до российского руководства и донести свою позицию. Смотрите заявления, они связаны как раз с тем, что Россия прекратила субсидировать белорусскую экономику. И в этой связи белорусский бюджет начал нести определенные потери, недополучая финансирование некоторые, в том числе предприятия и так далее. Это, конечно, приведет к тому, что белорусская экономика будет испытывать определенные сложности. И в этой связи Лукашенко, ощущая, что остается всего несколько месяцев до старта президентской кампании в стране, В этой связи, конечно, он понимает, что это напряжение на бюджет, на социальную сферу. И понятно, что если экономическая ситуация будет ухудшаться, то будет, в том числе, падать доход населения в Белоруссии. И вот Лукашенко делает такого рода заявление, при этом он несколько раз подчеркнул, что не блефует. А я считаю, что Александр Лукашенко блефует, потому что никаких альтернативных вариантов поставки нефти за рубежа нет. Он покупает сейчас нефть в Норвегии, переплачивая за танкеров больше 10 миллионов долларов. Он сейчас будет покупать, известно, нефть в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы американцам угодить. Но это полностью блеф, потому что если Беларусь купит альтернативные источники нефти хотя бы даже на 10 миллионов тонн, то переплату составит не менее чем 1,5 миллиарда долларов. Тем не менее, то есть это только на президента были нацелены высказания или на белорусов тоже? И на белорусов тоже, вот как раз на электорат. Потому что Лукашенко проводит такой связи с сеансом, когда успокаивает граждан и окружение ближайшим. И есть такая замечательная формула. Тот, кто решает вопросы в Москве, тот имеет и контролирует ситуацию в Беларуси, финансовые вопросы в Москве. Ну и еще есть третий, наверное, слушатель. Это Соединенные Штаты Америки, это Запад, можно так сказать, коллективный. В преддверии визита Помпео в Минск 1 февраля Лукашенко хочет показать, что есть серьезное давление со стороны Москвы на него. И он рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки сейчас ему будут помогать. В том числе, конечно, он в первую очередь рассчитывает на финансовую помощь. Но я очень сильно сомневаюсь, что США будет давать ему финансирование в тех же объемах, как это дает Российская Федерация все эти годы. Дмитрий Балкунец, эксперт по Беларуси. Накануне Лукашенко также заявил, что Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Беларусь.